А перед началом просмотра данного видеоролика советую подписаться на мой канал. Здесь вы найдёте гигабайты годного контента, начиная от выживания в постапокалиптических мирах и заканчивая диким трэшем в мире GTA. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Вест. И я продолжаю своё выживание на острове мечты Аутис в игре Арма Третья. В прошлой серии я попродавал персики, наторговал почти две с половиной тысячи. Кстати, а что это мигает? Пошлите посмотрим. Опа. Охрененно. Ля-ля-ля что творит. Вот так вот ребятки у нас развлекаются на сервере. Так, я кстати забыл взять квадроцикл. Кстати, я хотел попробовать ещё поработать курьером. Так, сейчас я заберу свой квадроцикл. Так, здесь не залезть, надо придётся отбегать. В общем, поработать курьером, посмотреть сколько за это всё платят. То есть, если за курьерскую службу платят больше, то есть смысл покататься по кавале. Ой, вернее по Аутису. И подзаработать немного. Так, гараж. Ваша техника готова, отлично. Так, давайте. Сразу. Так, а, её же открыть надо для начала, окей. Сели. Так, а где у нас курьерская служба? По-моему, где-то рядом здесь находится, если я не ошибаюсь, из выезда. Так. О, да, курьерская служба. Окей. Так, надо фары зажечь. О, а то нельзя ездить без включённых фар ночью. Так. Оп. Всё отлично. Посмотрим, что курьерская служба из себя представляет. Здесь. Так, главное, сейчас не проехать. Стоп. Нет, на следующем повороте. То есть. Вот здесь вот. Налево. И. Да, вот она, она находится. Так, выходим. И берём задание. ДП-21. То есть нам нужно доставить пакет в ДП-21. Давайте посмотрим по карте, где это находится вообще. ДП-12. Двадцать три. Двадцать. Ого. Ого. Ого, мне придётся ехать. Ни хрена себе. Пятнадцать километров. Окей. Я надеюсь, у меня еда-вода есть. Да, одна порция воды. Отлично. Я думаю, хватит. Блин, пятнадцать километров ехать. Это ж охренеть можно. Ну, мы не ищем лёгких путей заработка, поэтому. Поэтому будем ехать. Так, блин, ещё ещё, кстати, ночь на дворе. Два часа ночи. Так, мне прочертить бы сейчас... Да, давайте, наверное, прочерчу себе... Путь. Ну, то есть маршрут до двадцать... Охренеть. До двадцать первого. Жесть. Так. Ага, отлично. Вот так вот чертится. То есть едем вот так вот. Ага, всё правильно. Так, едем, едем вот так вот. Через полицейский участок. В общем, по главной дороге. Так, 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 так. Через ДП одиннадцать. То есть, я так понял, тут можно чисто... По главной ехать до ДП тринадцать. Так, немного криво. Ну, да ладно. Так, на ДП тринадцать нам нужно будет... Свернуть вот сюда вот. Так, а почему оно не чертится? Вот, отлично. ДП девятнадцать. Здесь сворачиваем. Здесь сворачиваем. Ага. И дальше. Вот сюда вот так вот. Так, отлично прочертил. Теперь можно выдвигаться. Так. Закрыл двери. На всякий случай. И теперь, в принципе, по GPS можно ехать. Здесь опасно, так вот люди вообще не соблюдают правила дорожного движения. Я заметил. Я заметил. Ничего законного не делал. Здесь бы сейчас бы поставить музычку из дальнобойщиков. Так, ну дорога, в принципе, освещается. Но я думаю, это не везде так будет. Это только на главной дороге так. Блин, ну прикольно. Народ устроил тусу в кавале. Блин, необычно просто. Тринадцать и девять километров. Вот, кстати, сейчас будет пост полиции. То есть я надеюсь, там вообще никого нету. То есть он пустой. И шлагбаумы открыты. Так, а нет, кто-то бегает. Всё отлично. Проехали вроде бы нормально. Выйди, пожалуйста, из квадрат-цикла. Группировка правит, проверка на нелегал. Выйди, пожалуйста, из квадрат-цикла. Покажи, пожалуйста, свои документы. Пожалуйста. Свои документы. И вложи свои вещи для прорыва нелегала. Ты умеешь разговаривать? Да-да-да-да. Скинь сумочку на землю. И разгрузку. Убили его по числу. Да. Нормально всё. Конечно. А чё ты скатаешься-то? Да я работаю курьером. Мне послали, короче, в ДП-21. Отвезу документы. А-а-а. Слушай, можешь тебе машину дать? Да я на квадрат-цикле пока. Тихо, 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 тихо. Тебе сейчас куда ехать надо? В ДП-21. А это где? Это снизу там, да? Это в Дорида. Давай я тебе... Подбирай, короче, вещи свои. Давай мы тебя до первого сада везём. Я тебе такую же машину дам. Садись. Поехали. Ча, я на тачку дам. А чё они там кого вылавливают? Да я чуть не понял тоже. А ребят, что у вас происходит? Кого вы там вы отлавливаете? Ребята, приём, на связь. Охренеть. Кого вы там вы отлавливаете? Мне так и что повстанцы достопонули. Проверили вещи на нелегал. Скажи, что у нас в первый сад. Я надеюсь, вы не грубо с ним там? Сейчас едем в Пиргас. Они говорят, что типа машину дадут. Я не знаю, может. Ну, хорош. Ну, я понял. Там вазелин. Звёздочка. Я хочу вставать. Опа, блядь. Это что за машины там были? Посмотрим, что из этого выйдет. А там машины. В общем, две, блядь. Нужно три было всего. Почему? Вмите стоят. Не, ну, было три, блядь. А там две стоят. У нас одна. Охренеть, ребят. Ну, вот, кстати, мы подъехали к гаражу. Нет, все здесь. Так. В машине сидите. А ты выходи, чувак. Так. Чё, ты не понял? В смысле, у них две одинаковые машины? Охренеть. Остановилась. Покажи документ. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Здорово, братис. Здорово, здорово. Охренеть. Ребятки. Ремки есть? Это как? Ремок, разкупи побольше, а то будешь быстро ехать. Пожалуйста. Ну, у меня есть, да, у меня есть один. Давай. Спасибо большое. Ребят, ну, попачиваю. Так, надо теперь аккуратненько как-то так выехать. Нет, я могу скинуть, да, у него вопрос, ребят. Выложи тебе, типа. Как бы так выехать аккуратно? На гола, на гола, нет? Не, не, не. Ха-ха, ребят, ну чё? Стоп. Стоп. Да вроде ж вы... Не уезжай, родной. Из машины, выйди, пожалуйста. Бля, машина. Боже. Алё, алё, не трогайте его, блядь. Это я машину дал. А, билет, ты автомат забрал? Я машину подарил. Вы лучше едите. Блядь, доебались тут ни за что. Дали машину, охренеть просто. Мне это сервер вообще нравится с каждым разом все больше и больше. Так, надо теперь аккуратненько. Охренеть, ребятки, Nissan. Так. Мне бы теперь понять, как отсюда выехать. Мне... 2,7 километра. Так, поехали тогда по вот этой дороге. Я надеюсь, она-то меня выведет куда надо. А где я вообще нахожусь? Итак, я нахожусь в Пиргасе, то есть... Да, все правильно, я еду. Как раз до ДП-21 доеду. Жесть, ребята. Ниссанчик. Ну, жаль, что это не мой. Он мне просто дал покататься. То есть, он говорит, что после бури, то есть, перестарта сервера... Все... Все... Вон, вернется машина. Хана нагонит. Жесть. Охренеть, просто. Я... Я просто реально охреневаю сейчас. Блин, хоть и повстанцы, но... Но, блин. Это реально круто. Дать просто кепке машину погонять. И не бояться за то, что я ее могу поехать просто перебить. Кстати, насчет этого. Можно попробовать ее поехать перебить. Кстати, вот я уже подъезжаю... К ДП-21. Сейчас посмотрим, сколько мне заплатят за... Мою работу. Ну, то есть... За то, что я довез. Так. Не лагай, пожалуйста. Так, а где именно это находится? Ага, вот, отлично. Так, выходим. Посмотрим, сколько... Дадут за работу. И за работу нам дали... 2325 долларов. То есть... У меня сейчас на счету больше, чем 12 тысяч. То есть, я могу купить лицензию на дом. Это, по-моему, находится все в... Кавале, да. То есть, мне сейчас нужно ехать обратно в Кавалу. Тогда я, наверное, не буду сейчас записывать, как я буду ехать обратно. Я думаю, быстро доберусь на Ниссанчике. И уже начну записывать, как... Буду приобретать лицензию. Ну, то есть, уже буду на рынке. Ну, что ж, увидимся. Что ж, ребят, я решил... Все-таки не поехать... Поехать не... Покупать себе лицензию на дом. А попробовать перебить эту красавицу. Чтобы она уже была моей. Так. Перебивка авто. В смысле? А как ее перебить? Так. Может, чуть поближе надо подъехать? Я не знаю. Может, как-то... Вот так вот. Или... Перебивка машин идет только для... Украденных. То есть, по идее, он мне дал ключи. Да, то есть, у меня есть ключи на Ниссан Skyline GTR синий. Ну, я почему-то не могу перебить. Local Shop. Перебиваем. Ага. То есть... То есть, та машина, которую... Которая подвезена к перебивке. То есть, ту и перебиваем. То есть, выбирать... Ну, здесь не выбирается. Нужно было просто нажать... Перебить и все. Ну, что ж, подождем тогда. Посмотрим, получится или нет. Блин, я уже просто в предвкушении того, что этот GTR будет моим. Вот так подарочек называется. Чувак сказал, что у него еще три машины таких. То есть, одна эта и еще две осталось. Я думаю, он не расстроится, если я заберу эту машину себе. В принципе, там бабок у них дофига. И если у него две еще такие есть, то... Зачем ему так дохрена? А мне нужней. Я новенький на сервере, поэтому... Нужно крутиться как-то. Так, перебивается. И что мне скажет сейчас? Так. Эм... is already been processing так и что теперь я так понимаю она перебилась уже так эта машина теперь моя или нет я даже не могу посмотреть свой лэптоп почему-то так an action is already been processed то есть написалось что пишет что типа в процессе муки подождем ну что ж ребят перебить машину не получилось я надеюсь в гараже на в моем сохранится то есть я сейчас хочу поехать в гараж поставить ее туда и надеюсь после рестарта на у меня сохранится то есть по идее у меня ключи от нее есть так выходим привет так я не могу навестись почему-то так а если через вин до через вин тоже нет странненько только что же выходил из машины было так теперь и на машину навестись не могу о отлично так сел а выйти и попробовать навестись так вот вот поставить технику в гараж так поставить ее не могу по ходу ну да по ходу она все таки пропадет она не перебилась ладно давайте тогда поеду возьму лицензию хотя бы на дом ну блин реально nissan крутой это просто топчик так у меня там в инвентаре случайно ничего нету нелегального нет ничего нелегального нету я не знаю почему не получилось перебить машину это очень печально потому что не хочу с ней раз ну прощаться кто ищет найдет так что бега ищи это можно я нашел айхат 2 можно с баррой за вознаграждение так 2 с баррой не покупать нахуй не надо я хочу угнать перебить а нет за вознаграждение не пишет нельзя зеленая зона короче я на вертолете летать сильно тут пацаны хотят угонять машины почему-то и залочить я ее не могу я не знаю почему а то есть в зеленой зоне нельзя угонять машины так давайте тогда на разе составлять не буду потому что я ее залочить не могу я хочу на ней еще покататься отвезу куда нибудь поближе к себе сюда вот вот здесь вот припрячу ее так выходим до закрытие тоже не могу так смотрим сколько стоит лицензия а лицензия все-таки 15 ходим а кстати хватает денег так давайте все сниму стой по так ребят у меня по-прежнему не хватает денег я отчитался немного то есть нужно будет еще немного подождать буквально восемь раз по 100 по 5 это то есть 40 минут я вот сейчас хочу еще раз попробовать поставить машину в гараж может на этот раз получится если получится я вообще буду такой счастлив счастлив вернее так счастлив буду если эта машина реально останется у меня давайте попробуем еще раз закроем ее да машины нету то есть я ее не могу поставить рестарт через 15 минут и блин мне жаль реально жалко с ней расставаться ну что ж поделать придется скопить себе на такую ладенько ребятки спасибо что посмотрели видео если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был west это была игра арма 3 altis life всем до новых встреч пока пока